Всем привет, мои хорошие! В общем-то, этот влог, можно сказать, продолжение предыдущего влога. Я только что закрыла предыдущий влог для того, чтобы его монтировать. Там у меня сейчас уже качается. Я решила уже новый влог начать, чтобы не были они слишком длинными. А в этом влоге что у меня будет? Ну, во-первых, сейчас я буду готовить овощное рагу с фаршем. Я уже готовлюсь к завтрашнему дню. У меня завтрашний день будет очень насыщенный. Завтра суббота. Я еду к дочке. Но еще до этого я пригласила сюда мастера по педикюру. Наконец-то, я не знаю, за несколько месяцев, месяца 3-4, я не помню уже, когда я последний раз делала педикюр. Так, телефонный звонок меня отвлек от мыслей, на чем я остановилась. Я говорила о том, что завтра очень насыщенный день. Значит, я вызвала мастера на дом педикюр. Это моя знакомая, она делает мне и моим соседкам. В общем, уже проверенный мастер. Ну, и так как вот был карантин, я ее не вызывала. Я там пыталась своими силами два раза там, ну, как-нибудь, в общем, привести ноги в порядок. Вот, ну, сейчас я уже ее вызвала, мы договорились с ней на субботу на утро, и она придет завтра в 9 часам делать мне педикюр. И после этого я сразу же еду к дочке, а она у нас завтра вызвала потолочников, натягивать потолки по квартире. То есть потолки натянуты сейчас только в одной спальне. И нужно будет завтра, ну, мало того, что за внуком приглядывать, за котенком приглядывать, и нужно будет нам что-то еще переносить с одной комнаты в другую, для того, чтобы там место освобождать. Очень, конечно, все неудобно. Ну, а что делать? Неудобства, но делать надо, да. В общем, такой завтра тяжелый день, очень сложный день, тяжелый день, и я завтра у нее буду до самого вечера. И, скорее всего, останусь там с ночевкой, и в воскресенье утром еще помогу доделать то, что нужно там доделать. В общем, практически на два дня, наверное, еду, не знаю. В общем, поэтому я решила приготовить, так как завтра, ну, уже не будет времени там заниматься совсем готовкой, тем более это нужно будет переносить, эти все столы, микроволновки, продукты, посуду и все такое прочее. Поэтому совсем никаких удобств не будет готовить, а кушать в течение дня нужно будет что-нибудь, конечно, да. Поэтому я решила приготовить побольше овощной рагу с фаршем и возьму с собой еду там на обед, на ужин, чтобы было что поесть мне, дочке, внуку, в общем, нам всем. Ну, вот так вот, мои хорошие, так что пойдемте готовить. Пока у меня тут видео качается, сейчас будем готовить. Я буду готовить в мультиварке, так быстрее и проще. Все нарезал, закинул и занимайся своими делами. Над плитой стоять не надо, очень удобно. Овощной рагу, тем более режим тушения там, ну, или варка будет. В общем, удобно очень. Мультиварка все-таки хорошая вещь, хорошая техника придумали. Это когда вот человек занят, когда некогда стоять над печкой, помешивать там, убавлять, прибавлять мощность. Вот, включил режим, закинул все и, пожалуйста. Для овощного рагу, для соуса очень прекрасно мультиварка с этим справляется, справится и будем делать, мои хорошие. Вот, что я приготовила для овощного рагу. Я купила кабачки, кабачков больше, баклажанчик будет один. Пару помидорчиков, лучок, парочка болгарских перчиков, лавровый листик, зелень, в конце брошу. И вот у меня есть фарш, он уже разморозился. Этот фарш, который у меня остался от перца фаршированного, там чуть-чуть есть рис. Но этот рис не помешает. Вот как раз этот фарш и пригодился. Сейчас я его поджарю вместе с лучком, чуть-чуть, на режим жарка 10 минут. А потом уже все кубиками порежу и закину, залью немножечко водичкой, как обычно это делаю. Поставлю на режим суп, наверное, или режим тушения. Ну все, фаршик мой поджарился. Я уже нарезала овощи все. Теперь я их отправлю сейчас туда в чашу и залью водичкой. Водичка уже нагрелась у меня в чайнике. Я все-таки решила поставить режим тушения на час. Ну, чтобы оно не кипело слишком сильно. Пусть лучше час тушится, чем 45 минут кипит очень сильно. Не надо сильно, чтобы кипело. Спокойно все протушится и все сварится. Все. Все, режим я уже включила только что. Налью водички немного. Ну, примерно, может, стакан. Чтоб не было слишком жидкое. Кабачки свой сок дадут. Вот налила воды. Я даже не вижу ее сейчас еще. Она не выглядывает. Ну, пусть будет так. Все. А сейчас я подготовлю лавровый листик, зелень. И посолю я тоже чуть-чуть попозже. Прошло 10 минут. Я слышу, как там все кипит. Так, я хочу посмотреть, я хочу помешать. Я перемешаю сейчас все. Вообще, можно уже сразу и посолить, я так думаю. Да, я сейчас еще и посолю. Солить буду вкусной солью, ядированной, которую я покупала в фикс-прайсе. И поперчу заодно. Все. Посолила, поперчила и лавровый листик положила. За 5 минут до конца варки, тушения, я добавлю зелень. Все, зелень я уже приготовила. Она уже меня ждет. А я сейчас закрою крышечку. Ну, вот сейчас все уже. Вот как раз она закрылась. И больше жидкости я не хочу. Если кто-то любит жидкое, можно больше добавить. Но я не хочу. Тем более кабачки, они еще сейчас дадут свой сок. И все. Чтобы это было такое, не сильно жидкое блюдо. Все, пошла заниматься своими делами. Девочки, я все понимаю, что с десертами надо завязывать. Но все равно, вот я была в пятерочке. Я зашла, увидела еще 2 новых десерта, которые я не пробовала. Один десерт тирамису. Он вот так вот выглядит. Я его хочу попробовать. Дочка сказала, вкусный. А другой десерт пинчер. Пинчер. Ну, вот он выглядит тоже. Белое с коричневым, я не знаю. Но у пинчера срок годности до 3 июля. Он еще может полежать. Я его потом, позже съем, в другой день. А здесь срок годности до 28 еще 2 дня. Но этот тирамису я хочу попробовать. Просто уже не терпится. Очень вкусный. Приятный крем. Шоколадные нотки. В общем, да, вкусненький. Я его сейчас съем. Пока у меня все это готовится, обед будет где-то попозже. Через час, может быть, позже. Хочу сладенького. Обалденный. Девочки, вот такое блюдо у меня получилось. Я села уже было есть. И вспомнила, что надо же вам показать. Но оно еще горячее. Но я уже попробовала. Вкуснятина нереальная. Попробуйте такое сделайте. Всем доброе утро, мои хорошие. Я уже кофе попила. И жду мастера моего по педикюру. Я уже все приготовила. Ну, вы видите там, да? Тазик. Сейчас покажу вам поближе. Все. Я себе такой уголочек приготовила. Уже очень удобный. Тазик, чайник. Все приготовила. Все поставила. Взяла пульт. Сейчас сяду в тазик и буду смотреть телевизор. И скоро придет моя мастер уже. Очень удобно, когда на дому делают. Приготовила кофе. Ну, все, мои хорошие. Педикюрчик сделала. Закончили педикюрчик. А сейчас я одеваюсь, собираюсь им, Чук, дочке помогать. Ей там что-то делать будем. Ну, встретимся уже там. Потолки натягиваются. Пока там пушка работает, такая жара уже. А мы тут под сплитом. Хорошо, что здесь есть сплит. Хоть в одной комнате сплит сейчас есть. Да. И все. Вот тут у нас мультики, короче. Мы сидим. То тут посидим, то там посидим. Вот так вот дурю маемся. Натянули. Натянули только кухню и коридор пока. Но везде рейки поставили. А, уже потолок натянули здесь? О! Так, слушайте, так нам надо уже, да, готовиться. В общем, нам надо будет, сейчас там закончат, нам надо будет вот это вот все перенести куда? На кухню, там, не знаю, в туалет, в ванну. Здесь есть туалет, есть в ванной. Все здесь надо будет освободить. Потому что здесь еще потолок не делали. И потом еще будут делать здесь. Доброе утро, страна. Сегодня я ночевала у дочки. И вот рассвет встречаю. Время еще раннее, только полседьмого. Я уже пью кофе. А мои еще спят. Всем доброе утро, мои хорошие. Я вчера приехала от дочки. Уставшая, но, знаете, с чувством такого глубокого удовлетворения, что, наконец-то, натянули потолки. Ну, во-первых, все-таки пережили мы эту электрику. Меняли, когда проводку, целую неделю. Это все была грязь. Вещи не по своим местам. Очень некомфортно было находиться. Но проводку поменяли. И следом доча пригласила потолочников. Натянули потолки, повесили люстры. Теперь потолки беленькие, люстры красивенькие. Но я была у нее, я не снимала. В общем, это все. Там мельком только. Поэтому в моем влоге особо ничего там и не видно. Ну, потому что дочка снимала. Она снимала там все подробности, как все это делали. Заходите на ее канал и там все увидите, все посмотрите. Ну, а я и помогала просто переносить вещи. Сначала мы освободили кухню. Перенесли кухню в маленькую комнату. Вот там пока электрик работал. И, в общем, потом потолки вот эти все натянули. Потом мы это все переносили. Обратно на место по своим местам поставили. В общем, и уже, как говорится, я на утро проснулась. Что опять мой диван на месте стоит. Кухня на месте стоит. Все под рукой. Все как уже мне удобно, как я уже привыкла. Вот. В общем, уставшая, но довольная. И, в общем, я вчера уже, когда приехала домой, мне уже снимать ничего не хотелось. Мне хотелось быстрее просто искупаться и лечь и отдохнуть. В общем-то, я отдохнула. Сегодня проснулась рано, полпятого, от того, что духота. Хоть окно открыто. Вечером, конечно, сразу включила сплит. Но сейчас у нас вот уже приближается июль. Очень жаркий месяц. И будет очень жарко. Сейчас пока у нас днем доходит до 32-3 градусов. Вот я уже посмотрела прогнозы на июль. Особенно к концу июля до 40 градусов будет доходить жара. И уже придется спать со сплитом. Потому что сейчас уже даже я вот так вот рано просыпаться стала. Из-за того, что уже мне жарко, я просыпаюсь. И все. Хотя со сплитом, честно, спать не очень люблю. Но иногда вот когда ночью тоже духота, тоже приходится спать со сплитом. Кстати, кто-то написал мне в комментариях, что такое сплит. Ну, честно говоря, я думала, что все знают, что такое сплит-система вообще. Но если кто не знает, сейчас покажу, как она выглядит. Девочки, ну вот для тех, кто не знает. Вот сплит-система. Вот она висит на стене. Я сейчас поставила 18 градусов, потому что в комнате уже дошло до 28, хотя еще 6 утра. И мне нужно охладить комнату до температуры 26-25 градусов, чтобы я чувствовала себя комфортно. Вот. Я думала, что все знают, что такое сплит-система. Ну, кто-то не знает, кто-то пишет. Хотя, мне кажется, проще было бы заглянуть в интернет и там посмотреть, что это такое. Вот. Так что вот такая вот жарища нас ожидает, что просто на улицу не выйти. Вы знаете, вот я просто думаю, что зимой, когда холодно, ждем мы скорее-скорее бы было лето, скорее бы было бы тепло. Ну, у нас растует такой климат, что у нас тепло, когда тепло, не жарко. Это вот держится такой период недолго. Потом начинается жара. Ну, вот насколько я помню, что июль и август. Это просто, это просто. Это невыносимая жара. На улицу просто невозможно выходить. Я даже вот выходила, хоть у меня магазин рядом, я быстренько, и то с утра, быстренько выхожу, быстренько нырю в магазин. Там тоже сплиты, там тоже все прохладненько. И потом покупаю продукты и бегом домой. Я прихожу домой, смотрю в зеркало, у меня лицо все красное. Ну, такая реакция у меня идет на жару. В общем, я сильный холод переношу плохо и сильную жару тоже переношу плохо. Ну, а что я сегодня собираюсь сделать, я не знаю. Я проснулась, я чувствую, что я за эти два дня устала. И прямо мне душа требует отдыха. Я так думаю, что, скорее всего, я сегодня ничего не буду делать. Потому что кушать у меня есть пока что. На сегодня есть что поесть. Я готовить ничего не буду сегодня. А завтра я готовить буду, тогда уже включу новый влог. А этот хочу завершить. Ну, и еще, девочки, что я хочу сказать. Наверное, вот в связи с такой аномальной жарой, я сейчас буду стараться снимать влоги покороче, чтобы они быстрее у меня монтировались, чтобы не сидеть долго монтировать видео, потому что у меня компьютер находится напротив сплита. Ну, в общем, какие-то неудобства из-за этого. И потом длинное видео, у меня очень нагревается ноутбук. И, в общем, трудно его монтировать. Поэтому, да, и потом, знаете, лето все-таки люди же берут иногда отпуск. Да, вот я думаю, что мне тоже нужно сделать отдых. Я не перестану совсем снимать, но я думаю, что, может быть, чтобы не снимать реже, вот как бы, да, может быть, я буду снимать так же, как снимала. Но видео буду стараться делать просто покороче. Пусть они у меня будут с такой же, с таким же интервалом выходить, как обычно. Но просто, может быть, будут покороче. Вот, короче, что хочу сказать. На этом я хочу видео свое закончить. Если я сегодня что-нибудь буду готовить или что-то буду делать интересненькое, то я тогда начну уже следующее видео. И все это попадет уже в следующее видео. А на этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok